Музыка Ну, во-первых, сразу посмотреть, если, да, это не наше время, далеко не наше время, это отдельная эпоха, то есть нужно было поставить вот этот силуэт, то есть делать одежду, причем делать одежду хотя бы немного похожую, ну, хоть как-то. С прической тоже были сложности, я не хотела делать прическу как по картине, я решила сделать ее более интересной. И у Леонардо да Винчи есть наброски, гравюра прически женщины, вот похожие, вот тоже я искала, и то есть мы решили сделать немножечко другую прическу, но тоже ее рисовал да Винчи. Я, честно говоря, не знала, как это сделать, почему я обратилась в салон, который мне помог. Причем колоссальная была сделана работа, мне очень понравилось, что там девушка сидит в платье, в каком-то, я не знаю, в костюме каком-то, там такие рукава интересные. Я решила это сделать просто в фактурную ткань, и мы ее просто, ну, как, по типу пиджака скроили, ну, так примерно получилось. Тем более золото, это теплый, сарафан он сам такой синий, то есть можно было на контрасте цветов сыграть. Там красный, и красный он, не знаю, мне кажется, что вот не смогла бы я в красном этом все сделать. Потом диадема точно так же решили делать ее из пластика, ну, за неимением других средств, потому что диадема тоже должна была присутствовать. За день до фотосессии решила, что будет еще и кулон, потому что он, ну, должен как-то обрамлять и подводить полностью вот этот ворот V-образный. Ему вот туда тоже поставили, не зря. То есть мы готовили где-то месяц полностью образ, вот, и он, в принципе, получился, то есть мне он понравился. Мне хотелось немножечко все это переделать, чтобы поза была одна и та же, суть была одна и та же, но все равно хоть что-то поменять. То есть мы меняли прическу, меняли одежду, так, чтобы получилось что-то, ну, немножечко другое. То есть чаще всего делаешь все на интуиции, не выставляя никаких схем. Просмотрела некоторый видеоурок, решила попробовать. То есть простой свет, падающий под 45 градусов, то есть это рисующий, заполняющий, то есть он вверх пыхал, значит, и заполнял все это, все это дело. И был третий источник, он подсвечивал фон за моделью. Со светом вообще всегда очень сложно, потому что где-то он что-то подсвечивает хорошо, где-то он не так ложится, эти тени под носом, они мне очень раздражают, когда прям усики вырисовываются или там сильно вот этот треугольник. Люблю я свет мягкий, потому что там легче, с ним легче работать, легче, по крайней мере, легче там работать, потому что меньше ошибок видно. То есть если ты ошибку эту сделал, то там ее легко потом исправить. Чаще всего в картинах даже, если посмотреть, то блики рисовали именно вот на радужке, потому что это эстетически лучше, и взгляд, и чище получается. И когда он расплывается по белку, то это, конечно, некрасиво. Вообще с животными, конечно, сложно работать, я ничего не спорю. Даже с улиткой той же самой сложно работать. И с улиткой работала, и со змеей работала. А хорек, ну как теплокровное животное, более подвижное, более юркое, сидеть его, просто так вот поднявши голову, сложно было. Не заставить даже, не попросить. То есть он захотел сидел, а не захотел не сидел. Главное здесь, наверное, принимать это как должное, не опускать рук. То есть, в принципе, кадры получились нормальные. То есть он, в принципе, свое дело сделал. Просто больше дублей, и в принципе все получится. Некоторые он и с верблюдами работает, с лошадьми работает, со слонами работает. Картина, она сама по себе не отражает моей какой-то там духовной составляющей, честно. Это был эксперимент, который давно хотелось сделать. И, ну, причем он действительно достаточно глобальный, потому что в самом начале пришлось сделать очень много всего. То есть подготовки очень много нужно было сделать. договорились там с салоном. Но на самом деле я хотела просто доказать то, что в наше время есть девушки, которые, в принципе, могли жить там. Есть вот эта красота, которая не умирает. Она в веках живет. Мне нравится девушек фотографировать без макияжа. Чаще всего. Ну, или в таких образах, в которых, в принципе, макияж не нужен. Там девушка, если заметить, не было макияжа. Единственное, что немножечко подкрасили ресницы и все. Ну, так, чтобы действительно, потому что свет, когда он слишком интенсивный, ну, могло так получиться, что она могла без ресниц быть. То есть пришлось бы мне потом это все подкрашивать. То есть мы подкрасили только ресницы и все. Это был эксперимент. Мы это попробовали. Сделаю выводы. Можно будет сделать точно так же, но просто живости какую-то добавлять. Потому что это фотография, это фотография, это не картина. Редактор субтитров, Продолжение следует...